здравствуйте уважаемые гости и подписчики сегодня у меня такой небольшой развлекательный выпуск я решил посвятить его противникам охота точнее их высказываниям и попытался составить список такой топ скажем так самых тупых аргументов против охоты ну ставить их в каком-то убывающем или возрастающем порядке я не стал потому что они все один достоин другого и часто один проистекает из предыдущих другого то есть друг из друга они проистекают поэтому создать из них уже настоящий топ вы можете и сами посудить какой из них наиболее тупой пишите это в комментариях я буду очень рад ну а я начну пожалуй с того утверждения которое можно часто видеть в сайтах что охотники это все сплошь слабаки и трусы и самоутверждаются на природе ну что здесь можно возразить конечно обгадить можно кого угодно и обвинять в слабость и трудности тоже но пусть они это скажут в глаза таким охотником в кавычках лобоками трусом как василию ломаченко александру усику и допустим николаю валуину ну и я уверен что среди охотников есть еще очень много боксеров кроме того среди них есть огромное количество я уверен и сотрудников полиции и мчс и солдат и прочих достойных людей которые не раз проявляли в реальных суровых условиях свою отвагу и спасали кому-то жизнь ну и отсюда опять же что охотники слабаки и трусы выходит проистекает вернее еще одно ну вообще тупейшее утверждение более того даже аморальный этот аргумент и он часто звучит так хочешь пострелять иди на войну в любую горячую точку но это не только тупо это еще и аморально почему потому что эти же противники охоты утверждают что охота это просто развлечение и когда они говорят если ты хочешь поразвлекаться тебе скучно иди стреляй на войну и и убивай людей они сравнивают войну за какие бы цели она не велась не развлечения это война там гибнут люди вокруг и гражданские и военные это смерть и кровь вы придурки вы сравниваете развлечения охоту войну для вас это нормально в принципе для них это нормально потому что большинство противников охоты они просто ненавидят людей ненавидят детей и часто проклинают на своих комментариях далее следующий не менее забавный аргумент скажем так не менее тупой звучит так попробуй взять медведя или кабана голыми руками это будет по-честному что здесь можно им возразить можно сказать попробуй в землю вспахать голыми руками человек он потому и стал человеком он потому и вышел на вершину пищевой цепочки процессе эволюции потому что создавал орудия труда и орудия охоты до первобытные охотники толпой окружали мамонта тыкали его копьями забивали камнями и если кто-то помнит еще со школы как нам рассказывали очень часто поставляли мамонта падать либо в специально подготовленную яму либо в обрыв и там просто забивали его всеми подручными средствами но со временем даже первобытные люди поняли что при таких условиях охоты человеческие жертвы слишком велики поэтому они придумали сначала лук потом более совершенное орудие для добычи животных которые позволяли стрелять на большом расстоянии оставаясь безопасности самому ну и конечно же более успешно добывать благодаря совершенствованию орудий труда человек который кстати тоже является частью природы почему-то они об этом забывают противники охоты да и такое впечатление что для них человек просто где-то венеры прилетел на землю и теперь начал здесь вмешиваться в естественные процессы на самом деле он наравне участвовал в борьбе за выживание и благодаря своим благодаря своему труду развитию орудий производства орудий пускай даже будет убийство стал тем кем мы сейчас есть и в конце концов ведь мы сейчас не пашем землю палкой копалкой да мы используем современные технику трактора угами и прочими орудиями которые во время хозяйственных работ убивают животных намного намного больше чем зиме во время охоты следующий аргумент опять же проистекает из предыдущего охота пережиток прошлого ну это как сказать в таком случае можно любую традицию народную допустим тоже казачество назвать пережитком прошлого а война скажем не пережиток прошлого эта традиция которая не только сохраняется но и развивается хотя противники охоты нам пилают на якобы развитую так сказать европу я совсем еще недавно жили красивых женщин обвиняя их в том что они ведьмы а попросту потому что не дала это цивилизованная европа не смешите меня и кстати в этой же цивилизованной европе охота не только развивается и процветает у них так называемый охотничий туризм и это вовсе не тот туризм который мы привыкли видеть в своем постсоветском сознании приседают люди с рюкзаками топают сотни километров куда-то в тайву а это выезжают очень даже обеспеченные дядьки специально на отстрел специально загнанных приготовленных для них животных как правило вышек но это отдельная тема разговора следующий интересный аргумент и на сегодня он последний который может быть не так сильно поражает своей тупостью но встречается очень и очень часто противники охоты задают вопрос вам что кушать нечего тут можно ответить кушать то конечно есть чего только как-то не очень хочется постоянно сидеть на геномодифицированных продуктах на так называемом гмо и кушать курицу продающуюся в магазине который почему-то вдруг выросло четыре ноги вот как на этих кренах у меня тоже был такой случай мне тоже попадалась такая курица к сожалению я не сделал фотографию не снял видео на это но поверьте мне такое действительно бывает поэтому вместо того чтобы есть говядину такого вот бычка может конечно фото и фейковое я лучше пойду застрелю несколько фазанов и зайцев заметьте совершенно законно и заплатил за это те же деньги которые могу потратить в магазине и при этом моя семья изрядно разбавит свой рацион действительно полезным и здоровым мясом ну а что касается того что противники охоты зачастую утверждают вообще что без мяса можно обойтись я скажу идите вы в жопу на этом все ждите новых выпусков подписывайтесь кто еще не подписался и прошу вас оставляйте свои комментарии под этим видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч